Йо-йо-йо, здорово! И с вами Димон Массел, и сегодняшнее видео будет про выгорание. А спонсор этого видео Galaxy S20 Ultra, который вы, возможно, видели в объявлении на Авито. Давай сначала расскажу пару слов про этот телефон. Итак, мы снимаем пленочку с экрана и смотрим, что экран-то без единой царапинки, даже без малейшей. Вы посмотрите, идеальное зеркало. Ну, клей по периметру от пленки остался. Сейчас я его локтем протру, и все будет прекрасно. Оу, осталось только протереть клей. Пленочка была заводская, именно поэтому до сих пор экран без единой, даже малейшей микроцарапки под ней. Далее, в чем плюсы телефона? Телефон не вскрывался, мы это проверяем по задней крышечке. Смотрим на задней крышечке, видим имей телефона, да? Также мы... Дайте, о-моё, какое фиговое качество. Короче, здесь имей телефона совпадает с коробкой. Понятно, что это не признак того, что телефон не вскрывался. Скорее признак это то, что под стеклами камеры нет никаких пылиночек. Объективы камеры там идеальные. И нет никакой грязи под ними. Далее, нет никаких щелочек по корпусу. И в этом плане все отлично. А вы знаете, что когда Димон Массел продает телефон и говорит, что он точно не вскрывался, и любые проверки хоть в стакан с водой, то Димон Массел так и идет в ванную, включает немного света, включает немного водицы, и пытается залить в щели телефона прям в камеру в воду серьезным напором. Если телефон после этого не ломается, то и вы можете быть уверены в том, что я не продаю вскрытые восстановленные телефоны. Поэтому это оригинальная ультра из официального магазина, которая до сих пор не вскрывалась, в ней ничего не менялось. Поэтому вы можете ей пользоваться и быть довольны. Но ближе к делу. Тема-то видео. Выгорание, черт подери. И вот это есть. Конечно, на любом старом бушном телефоне они могут появиться. Вы вот так будете покупать телефон, и часто я такие друбки сливаю своему знакомому, который без стыда и совести продает их на савеле. Человек приходит, он вот так вот смотрит на телефон и берет по полной цене в 35 тысяч рублей. Без каких-либо проблем пользуется и кайфует. Но по факту, если знакомый был бы совестный человек, как я, да, он бы указывал про выгорание в объявлении, или хотя бы покупатель, если бы был поумнее, он бы заходил в сервисное меню, включал красную тему. Так, на красной все хорошо, потому что красные пиксели имеют максимально долгое время жизни и выгорают в последнюю очередь. А вот синие и зеленые, да, они выгорают раньше. И здесь выгорание не сильное, вот так его даже не видно. Но мы точно знаем, что телефоном пользовался тот, кто раньше сидел в ТикТоке. Видите этот плюсик по центру экрана? Темное пятнышко. Вот про это темное пятнышко я вам и говорю. И если мы включаем белый фон и вот так смотрим на экран, вот в нижней части экрана видно эту кнопку плюсик, и это кнопка от ТикТока. Также видно кнопочка домой. И вот так вот мы выгорание и выявляем. Более того, тут выгорели немножечко кнопочки домой. Вон кружочек светленький. Вот эти три кнопки. Круг, вот эти полосочки и вот эта стрелочка. Они вот здесь тоже выгорели. Чуть-чуть их можно разглядеть при детальной фокусировке. Но моя камера на это не способна. Вот так значит и проверяется телефон на выгорание. В общем, про спонсора видео вы поняли. 28 тысяч и это ультра ваша. Единственный ее минус заключается в том, что выгорание-то есть на белом фоне. Даст вам о себе знать. Но в принципе оно никак телефоном пользоваться не мешает. И никаких проблем не вызывает. Главное, что экран без единой микроцарапинки. Телефон не вскрывался. Оригинальный. Быстрая зарядка в комплекте. Чехол и коробка тоже родные. Оригинальные, разумеется. Так что будете покупать телефоны на Авито. Будьте бдительны. А сейчас я хочу побомбить. Для тех, кто не любит мою бомбежку, лучше выключайте видео нафиг. Потому что сейчас меня выбесил один чувак на Авито. И бомбить я буду жестко. Итак, поехали. Я продаю планшеты. При этом у меня еще их осталось в достаточном количестве. И это новые планшеты. Tab S7 Plus. Мало этого, на 256 гигабайт и 8 гигабайт оперативной памяти. И когда я говорю, что планшеты новые, это значит, что это новые планшеты. Не те, которые можно заказать на Алиэкспрессе по 30-ке и здесь продавать как новые. Не бэушка, которая 2 года использовалась. Не витринные образцы, которые стояли на витрине уже по году нахер. И пускай даже стояли они под колпаком, и никто их руками не тер. Но матрицы-то выгоревшие. Аккумуляторы-то убитые. А это новые планшеты. И не только по состоянию, но и технически. Если вы зайдете в программу, в фоун инфо, и посмотрите циклы АКБ, вы увидите, что этими планшетами не пользовались. Поэтому цена у официалов на такой планшет минимум 70 тысяч рублей. Да, не зажрались. Сейчас дешевле съездить в Европу, купить там новые в магазине и продавать здесь. Я согласен. Но тем не менее 44 тысячи рублей это сдуреть какая адекватная цена за такой планшет. Кто так не считает, прошу, покупайте в другом месте. Если у вас получается купить за границей такой планшет дешевле, чем за 500 баксов, при этом привезти его сюда и что-то еще заработать себе, и у вас тогда получится сделать дешевле, чем за 40 тысяч рублей здесь, ну, я посмотрю, как у вас это выйдет. Итак, поехали. Значит, мне сегодня написал человек. Добрый вечер. АС-7 с ЛТЕ сколько отдаем? С памятью там ведь беда. А дело в том, что видите, в конце объявления у меня все на 8256, но один с ЛТЕ поддержкой сим-карты, но на 6128. Вот. И он хочет купить именно его. Я считаю, что если цена в объявлении 44 тысячи рублей, а тот у меня с ЛТЕ должна быть цена дороже, но, соответственно, скидываем за память и за то, что с ним нету стилуса. Итого 38 тысяч я готов его отдать. А вот это количество точек меня уже начало бесить. Его там тоже нет, только планшет. Это серьезный аргумент, восклицательный знак. А зарядное? Шнур? Документы? Точка, 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 точка. Их тоже нет. А давайте посмотрим, что написано по этому поводу в описании. Черт подери, из комплектов только родной стилус. Значит, очевидно, нету. Это плохо. Нет, блин, хорошо. Давай продам за 70 в магазине. Будут тебе и документы, и чек, и шнур, и даже зарядное, и даже коробка будет. Как тебе такое? Пойти в магазин и купить там, и не ебать никому мозги. В этой ситуации нужен объективный торг. Восклицательный знак три раза. Может быть, тебе стоит ставить поменьше знаков припинания в своей речи? Придурок, блин. Очень бомбит с этих знаков, если честно, потому что вот это количество точек сводит меня с ума. И какой еще объективный торг, если я говорю, скиньте хоть одно объявление от продавца с нормальным рейтингом на LTE-версию, дешевле 38 тысяч рублей. А я ведь не просто так это говорю. Вот смотрите, TAB7+, LTE, 45, 40, 49, 45, мое объявление 39, 59, 34, S6, 61, 88, все объявления по Москве кончились. Так хули ему еще тут объективного торга захотелось, если и так самая дешевая цена на Авито, при том, что планшет в состоянии нового и от продавца с рейтингом и отзывами. Хули еще надо? А вот у вас не спрашиваю адрес, где раздают голые планшеты без документов и без стилусов. Мне хотелось его уже нахер сильно послать, но я понимаю, что может оставить плохой отзыв, поэтому сдерживался. Но сдерживался только потому, что знал, что сниму вечером это видео. Обратитесь в магазин, там точно будут документы и стилусы, черт подери. Отвечаю, стиснув зубы. Пытаюсь найти точки соприкосновения для сделки, а вы раком становитесь. Как-то не очень. Так и хотелось сказать, что раком его жена неплохо становится, я думаю. Потому что, что это за пиздец? Раком становлюсь? Он вообще как общается с продавцом, да? Раком. Как будто бы я его телка. Да пошел он нахуй, придурок ебаный. Я бы ему так и ответил, блядь, но я просто вот этот смайл ему отправил, чтобы Авито как бы меня не забанил за мат в чате, за плохой отзыв, там он в ней не написал. Но вообще это пиздец, потому что, если он пытался обнати точки соприкосновения, он бы ставил поменьше восклицательных знаков, он бы не спрашивал всякую херь, которая написана в описании, и в конце концов он бы нашел точку соприкосновения в том, что ты платишь ту цену, которая заявлена в описании, 38 тысяч, и мы соприкоснемся, понимаешь? И потом, спустя еще многое время, 18.48, а спустя час, он мне скидывает это на память. Но если у тебя, блядь, память, как у рыбки вонючей на три минуты, и ты не можешь нихуя запомнить, то скидывай это, блядь, себе, нашел мне какое-то объявление, из которого вырезал какой-то кадр, где видно, что никакой профиль, какое описание, непонятно что, уже видно, что не LTE-версия, какой-то Tab S7+, продают за 33 тысячи рублей. Я что, блядь, цены на Авито не вижу, я вижу такие цены. Так хули ты тогда мне писал на 44 тысячи рублей, скадрившись на то, что у меня планшеты действительно новые и невосстановленные, а теперь скидываешь мне какую-то бэушку непонятно какого качества, чтобы я что, с тобой торговался? Да пошел ты, блядь, нахуй, я тебе даже за 40 его продавать не хочу, потому что твое общение это просто пиздец, блядь, точки соприкосновения он ищет. Раком становись почаще, будет тебе счастье. Так что вот так вот с вами был Диман Масл. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,